Так, ну что же народ, всем взорву, с вами как всегда, я Пашок, и в этом видосе я для вас подготовил достаточно годный обзорчик Читикса Сириус Кэн, потому что многие подписчики меня просили сделать обзорчик. Ну и короче, ловите его, это обзорчик на 1.12.2 версию, и совсем скоро учитывается 1.16.5 версия, поэтому я тоже сделал скорее всего обзорчик. Перед началом данного видоса, лишь хочу тебе сказать, дружище, если у тебя нету бабла и ты бедный, как я, то ты можешь получить любой преимущество абсолютно бесплатно, тебе достаточно легче зайти в мой телеграм-канал по ссылочке в описании, ведь именно там я чуть ли не каждый день разыгрываю читы, допустим, совершенно недавно я разыграл 4 ключа навсегда на новый клиент, скоро будет разыграно много всего интересного и крутого, поэтому ссылочка на мой телеграм-канал в описании, подписывайся, и не пропускай новости об комьюнити и также конкурсах. Всё, да. Короче, предлагаю сделать обзорчик, получается, F1 кликаем, это всё закрываем, ну и вот, в принципе, вот так вот выглядит худ нашего читта. Прикольный худ такой, похожий на некоторые читы, но всё равно прикольный. В общем-то, гуишка выглядит тоже таким образом, гуишка тоже похожа на гуишки многих читов, ну да ладно, гуишка, в принципе, изменена и выглядит достаточно красиво, в принципе. Всё минималистично, анимации классные, также поисковик есть у нас, в принципе, здесь у нас, ну у нас юит, также нейм наш, вот. Короче, сделаем небольшой обзорчик, получается, что у нас здесь есть по рендеру сначала. Эролист, кстати, не во всех читах есть такая тема, то, что можно менять шрифты, прошу заметить, здесь же такое есть, допустим, я могу поставить вот такой вот классный майнкрафт-шрифт и играть с ним. Мне, кстати, он очень нравится. Дефолтный шрифт, естественно, у нас есть, хак-шрифт, вот такой вот, и вот такой вот эйс-шрифт. Давайте оставим майнкрафт-шрифт, он, в принципе, выглядит прикольным. Дальше, худ, здесь у нас есть все компоненты читта, то есть можем что-то выключить, опять же, что-то включить. Прикольно то, что здесь также есть наш инвентарь, который мы можем смотреть на каком-нибудь фантаме или в роли, где это удобная фича. Вот, а также, что еще у нас здесь присутствует, такого прикольного предикшн, то есть здесь у нас наперки и настрелы. Тоже очень круто. Так, вив-модуль, точнее не вив-модуль, а свинк-анимации. Свинк-анимации здесь тоже достаточно много, то есть есть такая вот анимка у нас, смуз. Вот такая вот блок-анимка, тоже можно настраивать силу удара, скорость удара и так далее. Стелф-анимация, ну и блок-олд, такая вот анимация. Я, пожалуй, оставлю такую смуз-анимацию, потому что она не больше всего по душе, но, кстати, на онли-ауру будет выглядеть, наверное, прикольней. Спин также есть, можем спин настроить, тоже прикольно. Винкс-то у нас такие вот крылышки появляются. Прикольная темка, кстати, вроде бы она у вилда первая появилась. Мне, с вами, эта вилда, она нравится, давайте оставим ее. Здесь можно, по-моему, еще настроить крылышки. Нет, нельзя настроить ничего, кроме размера, но да ладно. Так, трассера, notification, notification выглядит, например, вот таким вот образом. Можете посмотреть, так главные появляются, прикольно, и исчезают. Вот, реально круто очень появляются, мне это нравится. Дальше, что у нас дальше здесь еще есть. Получается, а там есть P, а там есть P, потом вам покажу. Кстати, такой вот логотип прикольный в гуишке, сверху только заметил. Кейбинды, ну вот все компоненты, то есть можете посмотреть. Вот potion статус у нас, кейбинды, администрация. Вот, также, target hud выглядит вот таким образом, достаточно прикольно. Ну и сам hud тоже, вот можете посмотреть, как выглядит у данного чита. На мтаге, кстати, вот тоже вот так вот выглядит, достаточно прикольные на мтаге. Так, что еще здесь можно показать вам? Полностью настраиваемый Crash Hair, то есть можем вообще как хотим, так и настраиваем. Вот, да, я оставлю вот такого вот дефолтненький, он более-менее нормальный. Entity ESP тоже есть, то есть можем там настроить имбаксы какие-то поставить, имя поставить, но я не вижу этого смысла, потому что у нас есть на мтаге. Вот, много, на самом деле, темок в клиенте присутствует, также можем ставить белую тему у чита, то есть это тоже выглядит реально круто. Давайте поставим белую тему у чита, какую-нибудь флэр, такую вот, думаю, будет реально красиво выглядеть. Давайте вот так вот и оставим. Ну вот, много темок, тоже можете посмотреть. Скрипты, скриптов нету. Конфиги, вот тут вот можем конфиги, получается, настраивать, сейвить, удалять и так далее. Все работает. Вот, утилиты разные есть, тоже прикольные. То есть, better chat присутствует, можем оставлять историю чата, hit sound присутствует. Passwordhider прикольная штука, то есть, когда мы пишем логин, допустим, он у нас вот так вот его блюрит. Вот, тоже прикольно выглядит. Полезная тема для стримеров. Ну и, в принципе, все. Elytra Fix тоже есть. Дальше, что у нас здесь есть в плеере? Это у нас Node DLine, ну, в принципе, здесь все по дефолту, такого ничего крутого нету в Citix, но тоже прикольный. Вот, автотпадсепт, также присутствует. Так, ну, рендер я вам показал, релиз, шеду можем включить, выключить. Также, Hide Render включить, то есть, чтобы у нас скрылись наши визуальчики чита. Вот, я, пожалуй, это выключу, чтобы у меня, в принципе, большой релиз был. Также можем поставить так вот с маленькой буквы, чтобы начинались у нас функции в релизе. Таргет КСПшки есть две. То есть, это новая Таргет КСП и дефолтный Таргет КСП. Ну, давайте пойду вам их покажу, если они у меня не пробагались. Так, у меня NPC-шеки Лаура не бьет. Сейчас, давайте подойдем вот сюда, вот к типам. Чтобы показал я вам, бля, они у меня связаны, короче, не работают. Ну, пофигу. Короче, они выглядят тоже прикольно и классно. Вот, также, к ней, естественно, присутствуют Jump Circle, естественно, присутствуют Trails. И вот они. Они реально красивые, я с ними уже поиграл. Но, я не хочу вам сейчас их показывать, дабы, хочу поиграть с шейдерами хоть чуть-чуть. Чтобы и картинка красивая была и так далее. Chunk-аниматор также присутствует. То есть, если мы сейчас нажмем F3 плюс 2 вроде бы, или как там. Блин, какие функции у нас шейдеры. Ой, не шейдеры, а эти обновляются. Chunk. Я не помню, честно, какую кнопку они обновляются. Ну, и пофигу. Chunk-аниматор есть, тоже крутая штука, да. Ммм, вот. В принципе, вот так вот. Вот, я, видите, дальше иду, у меня вот так вот чанки обновляются анимационно. Прикольно, да. Вот. Теперь, movement-функции. По-моему, он-то тоже CDX прикольный. Здесь у нас, естественно, условно под грим, естественно. Есть и литрофлай. Вот, это, я понимаю, по Центрайсу у нас обычный флай есть. У нас такой вот глайдфлай. То есть, вот таким вот образом можем взять и лететь. Так, дальше. Ну, стрейфы, стрейфы самые обычные. Харты и Санрайз. То есть, тот, кто играет на Санрайзе, вам данный чит подойдет более чем. Ну, и, в принципе, на других серверах тоже подойдет. Вот. Ну, по-моему, у меня есть свой челеграм-канал, друзья. Подписывайтесь. Так, ну, и, в принципе, думаю, стоит уже показать вам PvP-шки с читом. Не смею больше, наверное, затягивать, друзья. Погнали. Сейчас выключим флай. Зачем-то я его включил. Чуть-чуть тупой. Так вот, выключаем. И залетаем, наверное, на классические дуэли. А сейчас нам надо поменять версию, в принципе. И зайти обратно на Шторм ХВХ. Так, все, я версию поменял. Залетаем на дуэли. И залетаем на классическую дуэли. Врубаем, естественно, автопоушен, который нас успешно бафает. И начинаем пехаться с типочеком. Кстати, вот таргет ХВ-шку видно. Это я какой-то идиот. Кстати, прошу заметить, таргет ХВ-де у нас видны яблочки, что очень круто. Вот. И мы видим, сколько у противника яблочек. И видим, проигрываем мы или выиграем. У типа, естественно, тоже хорошо настроен чит. Но тут я ему дам первый тотемчик. Вот. И еще один тотемчик я ему тоже успею дать. И убью, в принципе. Вот так вот. Типочек тоже хорошо отражался. Но я его убил вперед. Погнали еще на дуэлику сходим. Естественно, нас опять бафнуло. Сейчас бафнет. Или не бафнет. А у меня автопоушен выключился. Я дурачок чуть-чуть. Ладно, давайте сольем сейчас типочку. А то это нечестно было бы. Так. Что-то я с автопоушеном намутил. Здесь, походу, не так что-то поставил. Пвп only поставил. Вот так вот сделаем. И все. Вот это вот у нас выбрано. Все. Теперь должно все работать. Идеально. Ищем еще одну дуэльку. Где-то у нас не находится дуэльчик. Вот у нас она находится. Включаем автопоушен. Автопоушен у нас благополучно бафает. И начинаем поехаться с типочком. В принципе, здесь я, возможно, проиграю. Но не знаю. Посмотрим. Как что получится. У типочка тоже чьи-то хорошо настроен. Но его ошибочка то, что он стоит на полублоках. И иногда у него почему-то не идет крит по мне. И типочек проиграл. Очевидно. Жалко типочек. Но чего тут ничего не поделать. Даем ему тотемчик. И, естественно, убиваем. Еще один тотемчик. И смерть. Предлагается, есть еще одну дуэльку на рек. Чтобы досверлить, что чьи-клиент прикольный. Вот. Идем еще одну дуэльку. Опять же, обычную. Чтобы... Чтобы, да, все по-быстрому было. Нас бафнуло опять. И начинаем с типом пехаться. Почему-то он у нас не взял яблочки. А, он взял их. Это я проиграл тут, скорее всего. Да, мне тотемчик дали. Ну да, бывает и прогроши. Естественно, бывает и прогроши. Тут ничего не поделаешь. Вот. Все, я проиграл. Вот. Типа, походу, этот был пвп-сваппер. Прикольная штуковина. В карбонаре, кстати, есть она. Вот. Ну, в принципе, вот такой вот чьи-клиент. Думаю, вам он понравился. Лично мне он тоже зашел. Такой прикольненький, молодежный. Вот, ссылочка на все ссылочки, блядь. Короче, ссылочка на все контакты Сириуса будет в описании. Заходите. И также мы еще играем канал по ссылочке в описании. Всем удачи, ребят. Всем пока.